Обязательно подписывайся на мой канал. Если ты из Москвы, тебе уже есть 18, переходи по ссылке внизу, получай свой бесплатный пригласитель и наш ночной клуб Изи Москва. Я тебя встречу и ты классно проведешь время. Поехали! Популярные мультиплеерные игры рано или поздно обзаводятся мобильными версиями, либо аналогичными компьютерным, либо урезанным. И уже PUBG Mobile есть и League of Legends, Wildroft, скоро мобильная Valorant подоспеет. Вот и Apex Legends Mobile ворвалась на рынок карманных развлечений, призванных отнять все ваше свободное внимание. С тобой, Сади, это обзор новой игры. Подпишись на мой канал, пожалуйста. В российских App Store и Google Play загрузить игру нельзя. И даже если вы скачаете ее из магазина другой страны, на серверы не пустят. Появится сообщение о том, что в вашем регионе тестирование пока не запущено. Хотя тестирования никакого уже нет, это релизная версия. Приходится подключать VPN. Задержка в таком случае становится больше 100 миллисекунд, но мне не привыкать. В Overwatch я играл с таким же пингом безо всяких VPN. Изредка случаются лаги, которые спустя пару секунд исчезают. В общем, ничего страшного. Первым делом предлагается пройти обучение, с которого игроки в обычную Apex Legends не узнают ничего нового. Можно бегать, можно прыгать, скользить, открывать контейнеры с припасами, носить две пушки и цеплять в нем обвесы. Прицеливаться и стрелять от бедра и так далее. Одно из главных отличий мобильной версии – режим с видом от третьего лица, который, вероятно, должен прийтись по душе любителям PUBG Mobile. И Ю-Клун. Чтобы не было дисбаланса, играющий с видом от первого и третьего лица не попадает друг к другу в матче. Выбор нужно делать для поиска лобби. В плане контента мобильный Apex в чем-то уступает оригиналу, а в чем-то оказывается богаче. Персонажей, к примеру, заметно меньше. Доступен лишь стартовый ростер из восьми героев плюс, Актейн и эксклюзивный для мобилок Фейт. Карта в Королевской битве только одна – край света. Зато режимы разнообразнее. Помимо стандартного и рейтингового, здесь есть два типа командного боя насмерть, арены и стрельбище с еженедельными испытаниями. В будущем планируют добавлять не только новые режимы, но и эксклюзивные карты. Суть королевской битвы при переносе на телефоны и планшета не изменилась. Команды по три человека выпрыгивают из самолета, обыскивают окрестности и уничтожают друг друга, спасаясь внутри сужающего кольца. Главное изменение, конечно, связано с сенсорным управлением. И не слишком часто довыводится играть в мобильный шутер, но как-то привыкнуть смог отнаместительно быстро. Хоть экранный усыпан огромным количеством кнопок, на которые иногда случайно нажимаешь. Прицеливание, стрельба, прыжок, приседание, подкат, перезарядка способностей, к счастью, схему можно менять. Еще одна хорошая новость, полноценная поддержка геймпадов. Я подключил к iPad через Bluetooth контроллер DualSense и играть стало легче, потому что с контроллером опыта у меня больше. Управление не идеальное, например, когда персонажа поднимают после ранения, он начинает безостановочно стрелять, и исправим это удается лишь нажатием на экран. Но в целом, несерьезных неудобств не возникает. Еще один вариант для тех, кто целится на сенсоре, не научился. Гироскоп, который здесь включается в настройках, тоже работает хорошо. Настройок, связанных с чувствительностью, огромное количество. Независимо от выбранного управления, игроки могут пользоваться эксклюзивными фичами, которых в консоли Apex Legends нет. В частности, есть визуальные подсказки. Для слабослышащих можно определить, где идет стрельба или кто-то кругом ходит, а также автоматический подбор лута. Как с пола, так и с ящиков, оставленных погибшим участникам матча. Просто взаимодействуйте с ящиком, и все подходящие к вашему оружию обвесы высокого качества цепляются автоматически. Из-за этого иногда экипируешь прицелы, которыми пользоваться не хотелось бы, но это единственный минус. Да и если это раздражает, автоподбор можно отключить одним нажатием, не заходя в меню. Еще одна любопытная особенность Apex Legends Mobile – наличие древа прокачки у каждого персонажа. Чем больше вы играете за героя, тем выше становится мастерство, а вместе с этим выдаются очки для покупки улучшений. Lifeline будет восстанавливать больше здоровья при поднятии раненого, или начнет прибавлять 100 единиц щита при исполнении казни. Бангалор будет видеть врагов сквозь дым при прицеле, не привыкать к таким бунусам опасно. Потом вернешься в обычный Apex Legends, а там ничего такого нет. Но идея забавная и побуждает новичков играть за разных персонажей. Работает игра более-менее стабильно. На моем iPad 8-го поколения по умолчанию выставили средние графические настройки, но их позволили повысить, в том числе увеличить кадровую частоту. Максимальные же настройки на таком устройстве выбирать нельзя по понятным причинам. Лишние данные игра не загружает при разрешении. Озвучка на любом языке, кроме английского, надо скачивать отдельно. Русское тоже есть. Равно, как и карты для дополнительных режимов. Так что если вас интересует только королевская битва, место можно сэкономить. Не обошлось без багов. Персонаж, к примеру, может беспривычинно произносить реплики. Бывало, что Lifeline сообщала о вызвании лечащего дрона по 5 раз за матч, хотя на соответствующую кнопку я не нажимал вообще. Но нельзя не упомянуть, что авторы Apex Legends Mobile пользуются тем же приемом, что и создатели других мобильных шутеров. В первых матчах против вас играют исключительно боты. Для несведущих новичков это праздник. Думаю, что они сражаются с реальными людьми. Они будут хвастаться перед друзьями, как за матч уничтожили десятки оппонентов. Тем же, кто понимает, что происходит, будет скучно играть с ботами, предстоит на протяжении десятка матчей. Рейтинговый режим от этого уныния не спасает. Даже там на первых порах придется с ними встречаться. Но рано или поздно начнут попадаться настоящие игроки, и тогда станет намного веселее. В общем, получилась неплохая портативная версия шутера со своими фишками, а осталось лишь рассказать про монетизацию. А с ней тут совсем беда. Точнее, на геймплей здесь ничего не влияет. Если хотите просто бегать и стрелять, никто палки в колеса не вставляет. Но любителям переодевать персонажей и выполнять испытания ради космических предметов будет не очень уютно. Во-первых, здесь запутанное меню. Чтобы просто открыть выпавшие лутбоксы, нужно совершать несколько раз больше нажатий, чем хотелось бы. Они закоплены в самом незаметном месте. Всякие челленджи разбросаны по разным углам. После очередного матча висит куча оповещаний и тратишь уйму времени на сбор наград. Не обошлось и без множества валют. Очки новичка, очки сезона, очки активности, жидкие металлы, жетоны фейда, баллы, золото синдиката. Когда что-то получаешь, понятия не имеешь, на что можешь это потратить и вообще можно ли. Главная подлянка ожидает тех, кто купит боевой пропуск. Со стороны все хорошо и даже обыденно есть бесплатная версия пропуска, а есть платная с наградами покруче. Зарабатываешь опыт, собираешь призы и даже потраченную валюту возвращаешь. Но, начиная считать и что-то не сходит. За покупку пропуска отдаешь 799 золотых монет синдиката. Платная валюта возвращаешь лишь 750, а других способов заработать золота нет. Возможно это просто ошибка, но больше похоже на проделки специалистов по монетизации. С ивентами ситуация не намного лучше. Хотя их реализация в консольной версии шутера так себе, сейчас в мобилке приходят сразу два ивента. И ни в одном из них купить желаемые вещи напрямую нельзя. Можно тратить деньги на лутбоксы и надеяться, что в них попадется не дурацкая рамка или аватарка, а что-то качественное. Да, еще и на любимого персонажа. Наверное, такая модель монетизации станет для разработчиков успешна, но у меня весь этот бардак не вызывает ни малейшего желания заносить им деньги. Зато нового персонажа можно разблокировать бесплатно, равно как и всех остальных. Фейт забавный герой и даже жаль, что обычного в Apex Legends его пока нет. Он способен отматывать время на несколько секунд назад, как трейсер в Overwatch. И Titanfall тоже были похожие умения. И применение для такого навыка множества. От гранат удается спастись. В укрытие можно вернуться на стрельбу. В спину получается быстро реагировать. Очень полезное умение. А ульта превращает оппонентов в невидимых, которые не могут ни получать, ни наносить урон. Тоже отличный способ прерывать вражеское наступление. Перенос Apex Legends на мобильные платформы получился довольно безболезненным. Игра почти ничего не лишилась, зато немало приобрела. Идея с прокачкой персонажей кажется не слишком уместна, зато вид от третьего лица, бонусные режимы и аудиовизуальные подсказки, о которых разработчики оригинал просят уже несколько лет здорово, вписали. Жаль, монетизация вызывает лишь негативные эмоции. Но такова индустрия мобильных игр, придется наказать разработчиков и поставить им оценку ниже обычной версии. Большое спасибо за внимание. Подпишись на мой канал. До новых встреч.